Всем привет, ребята! Во-первых, спасибо, что к моему прошлому видео вы прислали столько вопросов на тему изучения языков, и я очень долго выбирала, на что я вам хочу ответить сегодня, и обязательно я прямо буду делать серию видео, так что не переживайте, если я на этот вопрос сейчас не отвечу, вы обязательно услышите ответ в будущем. Начну с того, что очень многие люди спрашивали, как улучшить свои разговорные навыки, и в частности, где найти собеседника, особенно если вы хотите бесплатно с кем-то общаться на иностранном языке. Смотрите, я подумала несколько вариантов. Во-первых, если вы живете в большом городе, посмотрите, есть ли у вас посольство, например, Великобритании или посольство Америки, если вы учите английский язык, и посмотрите, какие активити с разными происходят при этом посольстве, потому что часто бывает так, что посольство организовывает как бы клуб для иностранцев и для тех людей, которые хотят выучить иностранный язык. Я сама, когда в школе была в 11-м и 12-м классе, была причастна к такому клубу, по-моему, это было при посольстве Великобритании. Меня пригласила тогда моя учительница по английскому, и мы ходили несколько раз на разные мероприятия. Один раз мы были даже на приеме у посла Великобритании в Таллине, и какая-то там была встреча в его резиденции. Это были первые разы, когда у меня была такая возможность говорить на иностранном языке, вообще окунуться в среду и общаться с этими людьми. Дальше, посмотрите, если у вас есть университет в городе, проверьте, есть ли там иностранные студенты, потому что очень часто такое бывает, что вы, может быть, даже не подозреваете, может быть, вы думаете, что у вас такой маленький город, что зачем там иностранцам учиться, но на самом деле есть много иностранцев, которые как раз хотят, например, в Россию поехать в глубинку какую-то, чтобы изучить культуру и посмотреть, как люди там живут. Такие люди всегда обычно состоят в различных группах или пабликах, я не знаю, в Фейсбуке, ВКонтакте, и поищите группы, например, иностранцы, там, в Хабаровске, или, я не знаю, в Санкт-Петербурге, в Москве, в каком бы городе. Есть также такая вещь, которая называется тандем, и можете погуглить, тандем learning languages или что-нибудь такое, и это когда ты встречаешься с иностранцем, и он тебя учит своему языку, а ты его учишь своему языку взамен. И, например, допустим, вы с немцем общаетесь, допустим, сегодня вы встретились в кафе, поговорили на немецком, а завтра вы встречаетесь, и вы его обучаете русскому. И это тоже очень удобно, потому что вы не должны платить друг другу за это. И последний способ, если у вас совсем нет возможности контактировать прям вот лицо к лицу с иностранцем, то посмотрите сайты знакомств, потому что у меня есть друзья, которые изучали язык по переписке или по скайпу именно на сайте знакомств, и, ну, это не означает, что вы там должны с кем-то отношения строить какие-то, потому что многие люди там действительно просто сидят и переписываются в целях улучшить там какие-то свои навыки письма или разговорные речи, так что вы можете тоже попробовать таким образом заниматься. Следующий был вопрос такой, стоит ли начинать изучение сразу нескольких языков с нуля, и можно ли учить одновременно два языка, не будет ли каши. Я расскажу про свой личный опыт. Когда я была в 10 классе, у меня начался немецкий и французский язык в школе одновременно, учитывая то, что у нас также параллельно с этим шел почти каждый день урок эстонского, и там через день урок английского у нас было 4 языка в один момент, и когда добавились 2 новых языка, французский и немецкий было сложно. С одной стороны, потому что это разные языки по произношению, по каким-то грамматическим особенностям, с другой стороны, они похожи тем, что они одинаково сложны, они у меня смешивались в голове немножко. Мне помогало то, что, например, у нас французский был в среду и в пятницу, а немецкий во вторник и в четверг. И, на мой взгляд, если у вас есть возможность избежать такой ситуации, когда вы два языка учитесь сразу, то лучше сделайте это, потому что мне кажется, что будет эффективнее, если вы будете учить языки по отдельности, или хотя бы начните один язык и учите его 1-2 месяца прямо очень интенсивно, чтобы понять такую базу, чтобы схватить вот эту основу языка, и потом уже через месяц или 2 месяца добавляйте второй язык и постепенно им занимайтесь. Мне кажется, просто это более человечно по отношению к мозгу, когда ты его не грузишь сразу огромным объемом информации. Следующий вопрос тоже повторялся несколько раз. Элина, расскажи, пожалуйста, как ты собираешься приводить в форуму английский язык? И я об этом упомянула в своем предыдущем видео как раз. Также неважно, если вы английским занимаетесь или другим языком, любым, да, что я сделала? Во-первых, я первым делом подписалась на несколько аккаунтов в Инстаграме, которые просто каждый день выкладывают по какой-то фразе на английском языке. Это может быть, например, phrasal verbs, какие-то такие интересные глаголы, да, или это могут быть идиомы, или просто какие-то существительные. И я каждый день просто смотрю теперь по этой фразе и учу. Ну, то есть я постараюсь запоминать. И плюс в том, что многие из этих Инстаграм-аккаунтов на следующий день повторяют то же слово, что они выгружали вчера. Ты тогда запоминаешь очень так хорошо. Мне вот это нравится. Я оставлю внизу в описании ссылки на несколько разных аккаунтов в Инстаграме, которые я такие нашла, но они все связаны с английским языком. Хотя я уверена, что и для любого языка, там, французский, немецкий, какой бы вы язык ни учили, вы найдете подобные аккаунты тоже. Во-вторых, я, конечно, буду общаться больше с носителями языка, потому что я... у меня все друзья иностранцы, но... То есть у них язык английский не родной, как и у меня. Я хочу найти все контакты своих друзей англичан и американцев и общаться с ними побольше, причем лучше даже тет-а-тет, как-то лицо к лесу. И некоторые мои друзья такие... Я их прям прошу, чтобы они меня исправляли, когда я делаю ошибки, и мне это очень помогает, потому что когда тебе друг указывает на то, что ты что-то сказал неправильно, ты это запоминаешь просто железно. И поэтому я стараюсь всегда даже или я записываю какие-то слова новые, которые я учу из разговора, или я просто запоминаю. Еще у меня есть план учиться онлайн, я уже, на самом деле, начала. Собственно говоря, я вам сейчас расскажу про спонсора этого видео, который... я просто так им благодарна, что они меня нашли именно вот в этот момент, когда мне так нужно учить язык. Это онлайн-школа для изучения языков Lingoda, и они занимаются тем, что они учат английскому, немецкому, французскому и испанскому языку. То есть у них 4 языка в школе, и я выбрала английский язык, и я расскажу вам про свой опыт. Во-первых, каждому ученику, который туда приходит, сразу прикрепляется его персональный консультант. И до того, как ты начнешь проходить все уроки в школе, вы с ним созваниваетесь, и ты ему рассказываешь, какие у тебя цели, зачем ты хочешь учить, какие у тебя слабые места, например, да. И он тебе дает сразу конкретные рекомендации, какие уроки тебе лучше взять, в какой уровень тебе пойти и так далее. И вот это мне настолько понравилось, что мне дали вот просто список того, что мне нужно делать. Это мне очень простило работу, потому что мне очень нужно сейчас, чтобы у меня был человек, который может немножко мне помочь, направить в нужное русло. У меня был первый урок с учителем, который находился в Аризоне, и у него был час ночи, у меня было 10 утра, когда мы разговаривали. Это было так странно и так классно, если честно. И этот урок ничем не отличается от обычного урока в школе. Просто ты сидишь у себя дома, он сидит у себя дома, у вас там специальная такая программа, где вы общаетесь. Самое классное, от чего я больше всего в восторге от Lingoda, это то, что ты можешь сам выбирать темы для уроков. Например, там говорят, тема про экологию, sustainability, всякая вот эта экологическая ситуация в мире, климат, slow food, то есть как питаться правильно, здоровый образ жизни. Там есть, конечно, темы, как образование, карьера, я не знаю, как найти стажировку. Есть темы и про детей, если у вас есть дети, вы хотите об этом поговорить. Темы про отношения, про что угодно, про политику, про литературу, про спорт. То есть там на каждого человека найдется что-то, что ему будет близко, и это очень важно, я считаю, когда ты учишь язык, и ты разговариваешь на тему, которая тебе интересна. И так как в моем случае я очень хочу обогатить свой словарный запас именно в сфере темы экологии, и я стала сразу набирать вот эти вот уроки, дополнительно классно то, что ты можешь перед началом урока посмотреть презентацию, о чем будет урок. То есть ты можешь тоже выбрать, тебе вот эта тема нравится или не нравится. Ты можешь учителю написать, что давайте вот мы вот часть вот из этого топика возьмем и часть вот из этого топика. И у них совсем недорогое обучение, я считаю. У них подписка идет на месяц. Если вы боитесь, что вы заплатите деньги, а вам не понравится, то вы можете попробовать их тестовый урок, он стоит 99 центов. И это точно такой же урок, как любой другой. Вы просто поймете, как функционирует вот это вот обучение дистанционное, и тогда вы можете уже купить полноценный пакет. Оставляю ссылку на эту школу внизу. Также у меня есть код на 15-процентную скидку на пакет, который вы купите. То есть если вы там за 100 евро купите пакет, то вы заплатите только 85. Мне кажется, это тоже очень приятно. Так что, отвечая на вопрос, как я планирую подтягивать свой английский язык, это вот именно таким образом просто сидеть и заниматься. И я уже забронировала себе уроки на 2,5 недели вперед. У меня там будет довольно-таки интенсивный курс. Я большие надежды возлагаю на эту школу. Расскажу вам потом про итоги этого эксперимента. И последний вопрос, который на сегодня я выбрала, потому что уже очень много информации получилось, это какие языки ты еще хочешь или собираешься выучить? И ответ — никакие. Я сейчас не хочу больше тратить свою энергию, свою энергию, свои силы на другие языки, потому что я хочу довести до совершенства свой шведский, и я хочу подтянуть свой датский. Если честно, мне бы не мешало и по-эстонски с кем-то регулярно общаться, потому что каждый раз, когда я домой в Таллинн приезжаю, и я прихожу в магазин, и я еще полчаса там переключаюсь с других всех иностранных языков на эстонский. Так что в моих планах это просто сделать так, чтобы все языки, которыми я сейчас владею, у меня были в абсолютно свободном состоянии, и чтобы я могла на них одинаково хорошо разговаривать. И я заметила, что у многих из вас есть большой интерес к скандинавским языкам. У меня были вопросы про изучение шведского и датского, и я хочу сделать отдельно про это видео тоже. Поэтому если вас что-то еще конкретное интересует про скандинавские языки, может быть, про различия или про какие-то особенности языковые, обязательно пишите, я сделаю об этом видео. Я также понимаю, что не все люди, которые меня смотрят, учат датский или шведский, но мне кажется, что, в принципе, тема изучения языков, она такая гибкая, и то, что я вам, например, рассказываю про шведский, вы можете применять потом при изучении английского или французского, или любого другого языка, который вы учите, потому что методы изучения языков, в принципе, всегда одинаковые. Так что пишите вопросы по этой теме тоже внизу. Чтобы не пропустить следующие выпуски о языках, подписывайтесь обязательно на мой канал, и можете также заходить на мой инстаграм, просто будем с вами на связи везде, во всех социальных сетях. Спасибо за просмотр, увидимся скоро. Всем пока!